Всем привет! Перед поездкой на новый фестиваль я успею записать вам еще парочку видео. Значит, мы продолжим говорить о планировщике. В прошлый раз мы разобрались с тем, какие у нас есть системные задачи у планировщика. Сейчас будем разбираться с пользовательскими задачами планировщика и с тем, как ограничивать или наоборот разрешать доступ к управлению планировщиком. Тема все та же, 107.2. Мы сегодня говорим о пользовательских скриптах и о том, как управлять доступом к планировщику. Давайте посмотрим один буквально слайд. Вспомним то, что на прошлом занятии мы с вами глядели задания, которые есть у нас на уровне системы. То есть те, которые выполняются независимо от того, какой у нас пользователь в вашем системе, что он делает. У нас есть на уровне системы задачи. И они могут у нас располагаться в ETC CronTab. И там мы можем увидеть расписание конкретное, когда и что у нас выполняется. То есть такой стандарт создания заданий, когда у нас есть вначале время выполнения задания, затем кто выполняет и затем что выполняет. По такому же принципу у нас есть с вами созданные отдельные расписания папочки ETC CronDirectory, CronD. И кроме того, у нас с вами есть еще папки ETC CronAlm, Daily, Weekly, Monthly, в которых также лежат скрипты, но они уже, вот я их выделил мне в жирном, они используют обычный формат скриптов. Там нет вот этого условия время, как-то чего имени, что выполнять. Там просто обычные скрипты, которые запускаются по тому расписанию, которое у нас указано в файле ETC CronTab. Мы же сейчас будем разбираться с пользовательскими заданиями, то есть с теми заданиями, которые пользователь может сам создавать, и которые выполняются только для него. Мы можем посмотреть их в файле vars pool cron, cronTabs и дальше в разных дистрибутивах по-разному. Ubuntu у нас создает там папку по имени пользователей, в ней хранит. Другие дистрибутивы делают совершенно по-разному, это даже не буду уточнять, наверное. И для того, чтобы управлять пользовательскими заданиями, у нас есть как раз-таки команда cronTab. Сейчас мы будем это с вами делать. И вот мы с вами находимся в родной Ubuntu, и значит у нас есть программка cronTab. Давайте посмотрим по ней мануал сначала, чтобы посмотреть, что она умеет делать. Значит, cronTab умеет у нас управлять какими пользователями, от каких пользователями мы будем работать с заданиями. У нее самая важная опция, которая есть, это и редактировать текущие задачи cronTab, а L у нас должна показать. Давайте посмотрим. Значит, и L, основная опция, которая нам понадобится. Нажимаю я Q, выхожу отсюда, пишу cronTab минус L. Мне не нужны права суперпользователя, потому что программа cronTab работает в контексте моего текущего пользователя. Нет, говорит у нас, никаких задач для моего пользователя. Значит, для того, чтобы создать задачи, я запускаю с ключом минус E, E, D, отредактировать собственное расписание. Пу-пу-пу-пу-пу, говорит то, что нет существующих заданий для меня, и поэтому будет использовать пустое задание, то есть, грубо говоря, просто создаст сейчас у нас задание для меня. Предлагает нам на выбор редакторы, то есть программа cronTab просто сейчас банально запустит редактор, в котором мы будем создавать расписание. Вот здесь у нас есть варианты add, nano и vim-tiny. Так как я обожаю vim, я использовать буду его. Выберу я вариант 3. То есть мы здесь выбираем какой-нибудь текстовый редактор для работы с расписанием. Итак, вот здесь у нас прям есть очень хорошая подсказочка, очень хороший help. В частности, в принципе, это все выглядит точно так, как обычно. Мы указываем с вами минуты, скажем 0, 0. Затем мы с вами указываем часы, вот наверху age hours. И, допустим, говорим в... Всегда, просто всегда. Ну и давайте скажем по будням. По будням выполнять какую-то команду. То есть здесь, вы видите, мы не указываем пользователя. В системном cronTab мы указывали пользователя, потому что это системные расписания, и они могли запускать задачи от имени различных пользователей. Здесь я могу запускать задачи только от имени того пользователя, от имени которого запустил, собственно, эту программу. Поэтому здесь все будет выполняться, от имени пользователя СМЭ. И теперь нужно указать какую-то команду. Не знаю, ну давайте представим, что у нас есть доктор веб какой-нибудь, который установлен. Обычно он куда-то в эти папки валится. У меня этого всего нет. Я сейчас на ходу придумываю доктор веб. Ну, допустим, в папке доктор веб есть какой-нибудь сканер. Бог его знает. Его можно запустить с ключами ScanAll. Например, я так представляю себе. То есть неважно, какая это команда. В данном случае я делаю вид, что это команда, которая у меня каждый день в будни в 8 утра будет запускать сканер антивирусный. Этот антивирусный сканер будет у меня проверять, ну, допустим, всю систему. То есть я не знаю, есть ли такие ключи и вообще есть ли такой сканер. Но просто я сейчас придумал такую команду. Escape ZZ. Сохранились. И можем теперь посмотреть, какие у нас появились задания. Var. Spool. Я вам показывал на слайде, где находится крон. И он говорит то, что вот здесь вот. Обычно вот здесь вот уже лежат какие-то задания, какие-то подпапки. Говорю, Ubuntu у нас создает вот здесь крон.табс. Давайте, наверное, отнимем суперпользователя себе залезем. То же самое, только от суперпользователя. Крон. Крон.табс. Мой пароль. Сдвинул я экран немножко, мне накосячил вот эта машина. Вот здесь мы видим файлик. Этот файлик является моим файлом задания. Мы можем его попробовать поглядеть. То есть у нас, я вам, по-моему, вначале соврал, что в файле крон.табс создаются папки по имени пользователя. В Ubuntu создаются, значит, вот здесь вот файлы по имени пользователя. В папке крон.табс. Можем глянуть этот файл. Допустим, катом. И, в принципе, мы видим все то же самое, что мы видели, когда запускали команду крон.таб с ключом минус и. И теперь, если мы можем с вами запустить... Давайте снова запустим крон.таб с ключом минус l. Минус лист. И он нам покажет, опять же, то же самое содержимое этого файла. То есть вот у нас с вами есть такое задание. Еще раз, эти задания от имени пользователя выполняются. Поэтому, если мы влагинемся от имени другого пользователя, у него эти задания не будет, он сможет создавать свои задания. Далее. Теперь давайте поработаем со списками разрешения и запрета. Значит, у нас есть два списка. etc.cron.allow и etc.cron.deny. Значит, если мы с вами попробуем сейчас, перейдем в папочку etc. и отсортируем ее по содержимому. Например, все, что содержит слово крон, мы увидим то, что здесь есть у нас. Мы уже разбирались с кроном d-директорией, с папками cron.d или hourly.mov.ly и с файлом crontab. Здесь есть еще anacron.tab. Это тема следующего занятия. Но суть в том, что здесь нет файла etc.cron.allow и cron.deny. Обычно у нас используется один из двух вот этих вот листов. То есть лист с разрешением доступа к крон.табу или с запретом доступа к крон.табу. Мы сейчас поймем, как они работают. И сразу я скажу, что если у нас есть сразу два файла allow и файл deny, у нас всегда будет выигрывать allow. То есть обычно везде всегда выигрывает deny. То есть запрет, обычно приоритет у запрета выше, чем у разрешения. Для вот этого вот крона у нас наоборот. У нас приоритет у разрешения выше, чем приоритет у запрета. Вот такой вот нюансик. Вы можете накосячить на экзамене, если это не запомнить. Мы сейчас убедимся в том, что это так. Хотя Linux это не Windows, они редко меняют такие ключевые понятия и принципы. Но поглядим. Значит, я сейчас скажу... Давайте я почищу экран. Опять скажу крон.таб.и, чтобы убедились, что у меня есть доступ к расписанию. Прекрасно, есть. Выхожу из него. И говорю, давай-ка мы теперь создадим файлик. etc. крон.deny. Так как я работаю с папкой etc, мне нужны права суперпользователей. И теперь мы с вами создали пустой файл крон.deny, и он в себе просто должен содержать перечень пользователей. То есть если я здесь напишу 7, сохраню его, и теперь попробую запустить крон.tab-e. Мне говорят, что я не имею права пользоваться собственным планировщиком, потому что есть файл крон.deny, который вот так вот работает. Давайте создадим файл etc.cron.allow, и в него тоже мне добавим. Чтобы заново не создавать, я предлагаю просто скопировать существующий... Так как я еще тут пока нахожусь, в своей домашней папке, поэтому полный путь надо писать. крон.deny. Скопирую его в файл крон.allow. Вот так вот. Теперь у нас, если мы с вами посмотрим, где мы там смотрели, вот так вот, мы увидим то, что у меня есть и файл крон.allow, и файл крон.deny. С одинаковым содержимым, и там, и там есть я. Запустим крон.tab-e. И видим то, что у меня есть доступ. Несмотря на то, что я есть файл с запретами, я еще есть файл с разрешениями, поэтому у меня получается вызывать планировщик. Давайте возьмем теперь для интереса... Удалим файл etc.cron.deny, то есть файл с запретами. Он все равно сейчас не имеет никакого смысла, потому что у нас выигрывает файл с разрешениями. И, допустим, заглянем в файл allow. .allow. Да, у нас здесь не установлен димм. Простой EV, значит, отлично. И, например, удалим строчку со мной. Двойное нажатие клавиши D. Сохраняю. И снова пробую вызвать крон.tab-e. И я не могу этого сделать, потому что у нас есть лист с разрешениями, но у меня нет в этом листе. И, соответственно, как только у нас есть лист с разрешениями, только те, кто указан в нем, могут пользоваться кроном. Если у нас есть лист с запретами, то все могут пользоваться кроном, кроме тех, кто указан в этом листе запретов. Ну, то есть логика, в принципе, довольно-таки понятная. Что еще мы можем попробовать сделать? Ну, давайте теперь просто удалим этот файл тоже. rm.ercm.run.allow. И снова попробуем запустить планировщик. И теперь видим то, что он запускается. То есть, в принципе, это банальные листы доступа, лист запретов и лист разрешения. Лист разрешения всегда выигрывает. Итак, разобрались мы с вами с тем, что у нас есть системные задачи у планировщика и пользовательские задачи. То есть, те задачи, которые выполняются в контексте системы, независимо от того, кто у нас сейчас работает в системе, и те, которые запускаются только от имени того пользователя, который, собственно, их создал. И посмотрели два листа. Это лист разрешения доступа к планировщику и лист запрета доступа к планировщику. С классическим планировщиком мы в рамках LPE закончили. Это все такие подготовительные занятия, я вам напоминаю. То есть, практическую ценность мы пока особенную в них не вкладываем, хотя, может быть, вы уже палку той работы поймете, где вам можно их пригодить. Скоро это все пойдет в плейлисте администрирования уже с конкретным применением. А на следующем занятии будем разбираться с анакроном, который тоже довольно-таки приколен.